Здравствуйте! Вы смотрите новости Запада Оренбуржья. Сотрудников ДПС приговорили к тюремному сроку за вымогательство. Инцидент произошел на автодороге Самара-Бугу-Руслан. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Абдулина. Они стали требовать взятку с водителя в размере 30 тысяч рублей, угрожая ему привлечением к ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Задержанный обещал найти необходимую сумму дома. Вымогатели согласились поехать с ним. Прибыв на место преступники в целях обеспечения выполненных ими требований, забрали у водителя ключи от автомобиля и заблокировали руль. Потерпевший сделал вид, что пошел за деньгами, воспользовался моментом и вызвал сотрудников полиции. Правонарушители попытались сбежать, но были задержаны. Суд приговорил одного из них к четырем годам колонии строгого режима, другого к трем с половиной годам. Кроме того, каждому из них придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. В Сорочинске на этой неделе прошло открытие городской елки. На праздники гостей ждала концертная программа «Игры и развлечения». Как зажигали огоньки на главном символе Нового года в Сорочинске, подробнее в сюжете. 23 декабря в Сорочинске дан старт в многочисленном новогоднем мероприятии. На площади города Сорочинска возле администрации состоялось торжественное открытие елки. Многие сюда пришли с семьей, друзьями и коллегами. В этот вечер сорочинский народ развлекали сказочные персонажи и творческие коллективы районного дома культуры и центра досуга «Дружба». Мы любим свои коллективы, свой город. Очень сильно любим. А как елочку нарядили, нравится вам? Да, очень красивая елочка. Настроение замечательное. Молодцы. Спасибо администрации. То, что нас не забывают, помогают во всем. Полюбоваться красавицей елочкой пришли и юные жители города, которые весело выполняли все задания от артистов и ждали главных волшебников предстоящих праздников. Сегодня мероприятие тебе понравилось? Очень. Очень. Чем понравилось? Что тут Дед Мороз, что тут красиво и гордко. Морфе? Здорово. А как елочку нарядили тебе тебе понравилось? Очень. Мероприятие в городе Сорочинске всегда проходит как по маслу, отмечают организаторы. Тем более, что за дело берутся уже опытные ведущие, аниматоры и артисты. Очень нравится. Молодцы. Вообще, так сказать, подготовка к Новому году ведется везде практически. То есть прилегающие территории всех зданий наших сияют яркими огнями. Так что это подымает, конечно, настроение. Замечательно. Завершающим ярким событием открытие елки по традиции стал фейверк, который приковал на несколько минут взгляды всех собравшихся гостей праздника и дал прочувствовать, подзарядиться новогодним настроением. Алексей Чернов, Анна Симон, городской телеканал ЮТВ. Всем с Новым годом! В продолжении темы наши корреспонденты побывали на еще одном новогоднем мероприятии. Праздничные программы в канун 31 декабря проходят повсеместно, как масштабно, так и локально. Например, концерт провели в одной из школ Сорочинска. Новый год – волшебное время, которое с нетерпением ждет каждый ребенок. Неважно, выпускник ты или первоклассник. Традиционные новогодние елки проходят для школьников. Мы побывали на одном из таких утренников под названием «Здравствуй, Новый год». Старшеклассники организовали данное представление для третьих и первых классов. Хорошо. Что это? С Васей Петровым? Проблемка нарисовалась. Что еще за проблемка? На носу Новый год. Мне отчего перед этого мороза держать? Что он там опять натворил? Да и девушку на каждом уроке за косу дергали. А что тут такого? Наверное, девушка просто нравится ему? Да нет. Скорее так, уроки ему не дают писать. Вот же какой шалунечка нашлась с Петровым. Отбой уходит справа? Какой там? Вася Петров совершенно не справится. Да какой бы Новый год? Какой бы украли? Его нужно оставить в нашем, уходящем году. Вы только посмотрите, что он опять натворил. Интересный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы – все это было на празднике. Дед Мороз и Снегурочка вместе с ведущими, символом предстоящего года мышонком, создали атмосферу волшебной сказки для детей. Весь праздник они веселились, пели песни, танцевали, участвовали в играх и хороводах. И вот наступил самый долгожданный момент – получение сладких подарков из рук Деда Мороза и Снегурочки. Как нам рассказали самые юные участники праздника и их родители, ребята получили огромный заряд энергии к празднику. Перед Новым годом в Сорочинске, районе, в области, проходит очень много праздников для детей, чтобы каждый почувствовал наступающий праздник. Алексей Чернов, Анна Симон, городской телеканал ЮТВ. С наступающим вас Новым годом! На этом у меня все, еще больше региональных новостей смотрите на нашем сайте ЮТВ.ру. Также вы можете сообщать нам и свои новости, рассказывайте их менеджерам в офисах продаж компании Фонет, в группах ВКонтакте, а также по номеру телефона 430045. Субтитры делал DimaTorzok